Куй железа пока горячо, считают китайские автопроизводители. А потому никакие преграды, ни экономические, ни политические, ни санкционные, ни даже логистические, не мешают им насыщать российский рынок новинками. Так в начале марта премиальная марка XE провела презентацию младшей модели LX. В компании не стали отодвигать дебют, так как уверены, надо действовать, пока конкуренты приостановили работу. Теперь новостями порадовал Хавейл. В Тульской области началось производство кроссовера Dargo. Его название производитель интерпретируют как D2Go, то есть рискнуть и пойти. В родном Китае машину именуют Dago, большая собака. По габаритам машина напоминает актуальный Хавейл F7, разве что колесная база на дюйм длиннее, до клиренс на сантиметр больше. Однако представители марки добавляют, что Dargo должен хорошо показать себя на бездорожье. Впрочем, внедорожные экзерсисы будут по силам только полноприводной версии. А базовым машинам отряжен привод передний. У обоих исполнений под капотом упрятаны два турбированных литра, а с ними, как это любят китайцы, преселектив. В обширном списке опций весьма любопытным кажется наличие адаптивного круиз-контроля, который можно засчитать за автопилот второго уровня. Он включает продвинутый процессор, а также сразу 14 радаров и 5 камер. О ценах говорить рано, но очевидно, что новичок окажется дороже модели F7, которая с полным приводом ныне стоит по 3 миллиона рублей. Еще одна потенциальная новинка от абсолютно неизвестной обывателю китайской марки C-HOL, за которой на самом деле стоит концерн JAK, поэтому на российский рынок кроссовер C-HOL QX выйдет как JAK S6. Спешно переименованный QX — это машина формата Hyundai Tucson, построенная на свежей джаковской платформе. Ей полагается полуторалитровый турбомотор отдачей по 200 сил, с которым могут работать шестиступенчатые механика или преселектив. Привод только передний, хотя сзади установлена честная многорычажка. Кстати, мы так уверенно описываем характеристики, поскольку модель успела пройти обязательную сертификацию, и значит, старт продаж не за горами. Опять же, сертификат подсказывает, что российский офис в поднебесной марке применит знакомую логистическую схему. В Россию JAK S6 планируют завозить из Казахстана, где наладят выпуск этих паркетников.